Егор Куроптьев, российский и грузинский политолог, директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе. Здравствуйте, Егор, рада вас приветствовать у нас в эфире. Добрый вечер. Если говорить о инициативе, о стимуле, о том, ради чего россияне сейчас идут воевать, разделим ЧВК, понятное дело, и Минобороны, мобилизация. Вот по вашему мнению, за год этого полномасштабного вторжения трансформировались ли причины, по которым хотят россияне идти убивать другой народ? Финансовая составляющая, просто желание убивать, возможно, силовые причины, причины то, что запуганы и не видят другого варианта, нежели пойти в армию. Как вы думаете? Я бы, наверное, начал с того, что скоро, через несколько дней, годовщина начала этого полномасштабного вторжения, не войны, а полномасштабного вторжения России в Украину, и от тех россиян нормальных, которые не хотят никого убивать, хотя бы пожелать Украине скорейшей полной победы, в том виде, в котором Украина считает ее победой, то есть полное восстановление территориальной целостности на момент до всего, включая Крым и все остальное, которое, безусловно, является частью Украины. Значит, я считаю, что любые нормальные россияне должны вот так мыслить. Не должны, а как бы это просто логика, это факт, это международное право, это что угодно. По поводу мотивации, ну, я бы не сказал, что большое количество людей хочет идти кого-то убивать, а я бы сказал, что те, кто не наемники, те, кто не получают по контрактам деньги, да, вагнеровцы делают заявление, когда им разрешает их старший вагнеровец, потому что это лежит в его стратегии публичной, значит, надавить на какое-то министерство, сделать какое-то политическое заявление. Иногда ему это надо делать, вы понимаете, естественно, я говорю про Пригожина, иногда ему это надо делать не самому, а из уст тех, кто, значит, физически на фронте, вот чтобы они высказали недовольство, и это передалось, и надавить там на кого-нибудь Минобороны или что-нибудь еще. Про всех остальных, в основном, конечно, это не желание убивать, а это отсутствие, я вам так скажу, вот у меня недавно знакомая одна ехала в другую страну, и ее продержали 10 часов без еды, воды, туалета и чего-то еще в какой-то комнате в нормальной стране. Ну, ненормально, что продержали, ужасно. Я ее спрашиваю, а почему вы не сказали пограничникам на границе, что вы не хотите там сидеть и не ушли просто, они не имеют права вас держать. Она сказала, а это очень такой умный, интеллектуальный, интеллигентный человек, она сказала, ну, я из России, мы там не очень понимаем, что можно вообще что-то сказать. Так вот, большая часть просто не понимает, что можно что-то сказать. Им сказали, иди, они идут. Им сказали, иди, умри, они идут, умирают. Это большая часть, больший процент. Потому что, к сожалению, всем властям России всегда было выгодно, и не только России, но, как бы, в России мы видим это массово и очень эффективно, к сожалению. Всегда было выгодно никак не образовывать, никак не развивать, потому что людям, у которых нет воли и критического мышления, гораздо легче манипулировать и управлять. Сейчас, я могу сказать, дополнительно, я не знаю, что будет, но идут очень много вбросов в телеграм-каналах о том, что так называемые президент, ну, то есть, на самом деле, оккупационные режимы Тенвальский и Абхазии и господин Лукашенко собираются вот 22 февраля чего-то там делать в Москве, в Кремле. И есть одна из версий, что он может там объявить о каком-нибудь очередном союзном государстве, аннексии и так далее. Нету сейчас пока финального подтверждения, мы этого не узнаем до 22 февраля, но, например, вот такой шаг ложился бы в то, что никто не хочет идти умирать, все уезжают, там пара миллионов убежала, даже тех, кто поддерживал Путина, не хотят они пойти и сдохнуть. Они хотят, может быть, часть из них писать гадости в интернете. Вот. И для мотивации, вот если они такое сделают, например, да, какая-то присоединение оккупированных территорий Грузии, какой-то там или союзный, или какой-то еще раз Лукашенко, это может быть мотивацией для той части людей, которые не совсем адекватны или совсем неадекватны, чтобы сказать, вот я собиратель земель русских или не русских, я собиратель, давайте у нас священная война, все идем на фронт. Это может сработать. Поэтому я как бы с большим тревогой большой ожидаю, что будет 22 февраля. Посмотрим. Дай бог ничего нового, но вот такой один из сценариев сейчас активно обсуждается, и каналы Минобороны в Телеграме, связанные с Минобороны России, запускают вот эту кампанию про возможное объединение России с другими, там, с Белоруссией, с оккупированной территорией Грузии. Вот. Поэтому мы видим, что у них давно уже нет никакой мотивации, они все эти свои мобилизации продувают чистую, компании продувают чистую, никто не хочет умирать. Те, у кого совсем нет воли и совсем нет никакого мышления, они идут. Значит, ну, как, знаете, я не хочу употреблять какие-то ужасные слова, типа «рабы», но это во всех странах есть, это не чисто российское, да, вот когда вообще нет воли. Тебе сказали, иди ты, встал, пошел. Вот. А так-то в основном-то все уехали, они не могут ничем завлечь, какие там финансы, ну ладно, что они, ладу дадут или что. Вот. Поэтому я думаю, они будут прибегать к каким-то новым шагам, в том числе, вот, возможно, 22 февраля мы что-то услышим. Вы знаете, что в России, к сожалению, с той системой, отвратительной, которая там существует, очень любят мотивировать, что-нибудь у кого-нибудь отняв. Вот, может быть, они еще что-нибудь у кого-нибудь отнимут и так мотивируют какую-то часть населения, которая теоретически могла бы пойти и воевать. Егор, в преддверии нашей беседы мы рассказали о расследовании издания «Верстка». Они пишут о том, что студентов вынуждают подписывать согласие на досрочный призыв. Таким образом, позволят это военкомам призывать молодых людей уже в апреле, а не летом, когда закончится обучение. Ну, как бы вот до сих пор к этому не прибегали. Все-таки студенчество как-то было защищено, да, своим образовательным процессом. И что же теперь выходит? Всех на фронт, всех на убийства. Ну, вот смотрите, как раз о том речь. Сейчас очень много внимания к 22-24 февраля и в плане наступления возможных или каких-то эскалаций в Украине, и в плане возможных действий политических, вот в плане какой-то дополнительной аннексии территорий чужих и так далее. Потому что, да, Паташин над чем-то завлекает. Но когда ты заставляешь студентов подписывать вот такую бумажку, это означает, что этот студент понимает, что ему надо просто убежать из страны побыстрее. Вот он подписал, сразу сел на машину, самолет, поезд и уехал. Студенты-то в основном как раз люди активные, развивающиеся, и они ни в какую армию никого убивать или умирать не пойдут. В основном. Я не говорю, что все, понятно. Но есть и зиганутые, есть разные. Но большая часть, конечно, это молодые люди, которые жить хотят. Которые там хотят жениться, извините, чтобы у них дети были и так далее, а не пойти сдохнуть за Путина. Так что пусть они все делают, это приведет только к тому, что еще больше людей уедет. Теперь в этом случае молодых людей уедет. Почему я начал ответ на это тоже с 22-го? Потому что сейчас разные люди, там эксперты думают, вот допустим, он какую-то аннексию сделает для того, чтобы поднять патриотический дух. И это может быть причиной для того, чтобы сказать, вот я забрал новое, давайте закончим войну. То есть в позитив или в негатив для того, чтобы поднять действительно боевой дух и больше людей бросить умирать. Но вот вы видите, раз они все больше и больше шагов делают для увеличения числа военнослужащих, то, конечно, любые действия явно не направлены на деэскалацию, направлены на эскалацию. Но каждая вот эта бумажка, каждое это анонсирование просто будет приводить к тому, что все больше и больше людей покинет страну. Закроют границы, покинут страну вне границы. Путей много. Говоря о тех, кто выезжает из страны, из Российской Федерации, вот какие методы сейчас вы наблюдаете, больше всего используют по поводу вот этих выехавших? Потому что разговор о том, что лишать гражданства, конфисковывать имущество и отдавать, ну якобы там сиротам кому-то там, звучит красиво на нужды какие-то социальные, но по факту мы понимаем, что это будет. Какие сейчас методы будут применять больше к тем, кто выезжает из России? Если у тебя выбор пойти на войну, умереть или кого-то еще хуже убить, я считаю, что хуже убить, чем умереть, то как бы тебе глубоко наплевать, какие меры они примут. Это пункт номер один. Пункт номер два по поводу имущества. Ну, те, у кого оно на них лично записано, и они уезжают. Я так знаю, уже очень многие сделали всякие процедуры, там, дарения, переписывания на кого-то, родственников, друзей, и кого-то еще, потому что в гробу увидали все эти власти и вообще все, что они там делают. Вот. Никак не влияет, честно говоря, тем более там на оппозицию, да. В оппозиции вообще наплевать на все, что там придумывает российская власть. И единственное, что хочется, это чтобы их там признали всех террористическим государством, режимом. И, наконец-то, когда Украина победит, мы как-то вместе с международным сообществом и в России тоже победили, потому что одни не очень справляемся, к сожалению. Вот. А с точки зрения общего, как бы, потока населения, да, они именно оппозиции передаривают, переписывают и так далее. А какие-то еще угрозы, ну, какие, что они будут там? Ну, есть запросы на экстрадицию, например. К сожалению, вот Казахстан, уже несколько человек задержали по российским запросам на экстрадицию. Одного экстрадировали. Очень плохо, очень печально. Я бы все-таки хотел, чтобы Казахстан такие вещи не делал. Вот, пользуясь вашим эфиром и передать это правительству Казахстану. Ну, то есть, будут искать, будут запрашивать. Люди будут уезжать из тех стран, где Россия имеет какое-то влияние и может кого-то затребовать на экстрадицию, им ответят. Будут переезжать в те страны, где наплевать всем, что там просит Кремль. Будет вот такое движение. Надо понимать, да, это несколько миллионов человек суммарно. Поэтому это много. Ну, еще раз, честно, в основном всем наплевать. Обычно это человек, или он активист, или он политический. Неинтересно. Решается как-то это все. Егор, еще такой аспект. Если Кремль отменит мобилизацию, то те, кто на фронте, потеряют льготы. Такое объяснение на депутатские запросы придумали в Минобороны России. Действующий указ Путина усложнил увольнение из армии контрактников, а отказ отправляться на войну может быть расценен как преступление. Уловка состоит также в том, что военное положение в России не оглашено, но контрактники все же не вправе отказаться от участия в боевых действиях. И в этой связи совершенно трагический случай был недавно, да, когда солдат отказался ехать на войну и покончил жизнь самоубийством. Это такой поступок, который несколько обескураживает, да, что вот такая сейчас реальность в России, что молодой человек выбрал смерть от своих рук, нежели убийство украинцев. Егор, вот эти манипуляции финансовые, которыми занимается руководство военно-политическое в России, это подкуп по сути? Ведь говорят, что там сейчас торговые центры полны в Москве, полны этих людей в камуфляже, которые получают какую-то баснословную по меркам России зарплату или родственникам дают деньги. То есть, по сути, подкуп, да, получается? Ну, это подкуп, да. Они, естественно, используют все пути. И понятно, что заявление Шойгу, если бы не было такой ужасной войны, можно было бы посмеяться и над Шойгу, и над всеми остальными. Самый клоун, конечно, Медведев, в первую очередь. Вот, но неважно. Они пытаются всеми возможными путями, деньги, льготы, машинку, я не знаю, все будут пробовать, чтобы подкупить людей идти на войну, но если человек готов взять деньги или льготы, чтобы идти у кого-то убивать, то он соучастник военных преступлений и должен сидеть в тюрьме. Не знает, знает, понимает, не понимает, ну, как бы так не работает. Когда год идет война, война идет очень много лет, да, но вот эта полномасштабная часть идет год, ты не можешь сказать, извините, я не знал, или там приказы надо выполнять. Да, есть вот такая одна из линий, что если ты в армии, какой-то военнослужащий, тебе приказали, ты должен выполнять. Нет, это не так. Если ты выполняешь преступные приказы, убиваешь мирное население, то ты, как культурно-то, монстр, такой же, как все остальные, даже если ты что-то не понимаешь. Ты же понимаешь, что убиваешь людей. Поэтому просто отказываться, просто уезжать, просто, значит, я не знаю, любые пути. Опять же, вы видите, практически ни одного дела не открыто, никто в тюрьму не посажен за уклонение. Естественно, не потому, что никто не уклоняется, все уклоняются. Да, поэтому очень много путей этого не делать. И просто еще раз призываю, я надеюсь, россияне вас тоже смотрят, ни в коем случае любые пути, даже в тюрьму, если посадят, гораздо лучше, чем кого-то убить. Очень жаль, что кому-то приходится совершать самоубийство. Лучше, конечно, было бы просто выехать за границу. Можно найти в интернете, как это сделать, даже если нет денег или чего-то еще. Сейчас очень многие организации помогают людям избегать призыва, уезжать и так далее. Мы сейчас, например, тоже ведем огромную кампанию «Мобилизация или жизнь» уже второй месяц на миллионной аудитории в России с кучей партнеров и друзей публично. призывая, объясняя, инструктируя, значит, как не пойти. Просто потому что, ну, не надо самоубиваться, надо сказать, пошли вы к черту и хотя бы уехать. Если мы не можем вместе собраться и снести эту власть, к сожалению, трагическому, то хотя бы, значит, не становиться частью этой машины террористической. Давайте еще немного, буквально последний, последний час беседы. Но хотелось бы этот аспект обсудить с вами, Егор. Пока действует путинский указ о мобилизации, в России по-разному стараются позаботиться о семьях, которые потеряли близких на оккупационной захватнической войне в Украине. Так, в Тувинском селе Алдан-Маадыр матери погибшего солдата вручили пакет пельменей. Ранее сообщалось, что в Бурятии семям мобилизованных обещали дрова, еду, на Сахалине раздавали рыбу, в Подмосковье дарили норковые шубы, украденные в Херсонском бутике. Но после работы на камеру их потом все же отобрали. Ну, тут даже не знаешь, вот как вы правильно сказали, Егор, тут смеяться или плакать, но вообще это же издевательство. Неужели это не вызывает, да, вот действительно, это даже не скрывается. Фотографии, видео. Это что, настолько вот извращенное восприятие у российского общества? Ну, человеку дарят пельмени. Ну, что еще тут можно сказать? Ну, вы понимаете, до какой отвратной нищеты они все эти там десятилетия доводили, все эти семьи и люди? Вот в некоторых странах, например, за голоса на выборах дают какие-то копейки, люди там голосуют за того, за кого надо. Да, а тут уже дошло до того, что кто-то идет умирать за что-то, да, или там ему за погибшего сына дают что-нибудь. Вообще нация республики – это очень отдельная тема. Они довели все эти нации республики, не только про Бурятию речь, до абсолютно катастрофической нищеты, ужасного уровня жизни. И люди, вот сейчас меня часто там спрашивают, как оценить санкции, работают, не работают. Я каждый раз отвечаю примерно одно и то же. Огромная часть, большая часть российского населения живет, извините, в таком дерьме, что они эти санкции не увидят, потому что они жили в нем, живут и будут жить. Оно уже хуже для них не станет, к большому сожалению. Значит, в плане обезволивания, то есть отнять волю у людей, российский режим эффективней, чем многие режимы во многих странах. Очень они умеют это делать. Чтобы ты просто уже не понимал, где добро, где зло, чтобы ты не понимал ничего, и просто тебе хотелось хотя бы картошку принести, кормить семью. Я такие случаи знаю во многих странах, но это никогда не касается смерти или убийства. Здесь вот дошли уже до этого. Они издеваются над нас республиками, они издеваются, собственно, над всей Россией. Путин, вы знаете, он переплюнул даже уже, по-моему, в чем-то и фашистскую тоже, да, 41-й год и те там мучения и так далее, потому что, ну, их машина зомбирования. Я не говорю сейчас, мы отдельно берем жертвы в Украине, это военное преступление, за которое они все должны там под трибуналом оказаться, как минимум. Но со своим населением они сделали не меньше, скажем так, для российской части зло, не преуменьшая просто, да, вот именно берем отдельно Россию, потому что я не знаю, сколько лет понадобится, чтобы восстановить, или вернее не восстановить, даже заново создать всю систему, все, чтобы люди вообще поняли, в каком мире мы живем, что вообще в реальности происходит, сколько надо будет объяснять. Они же не поверят сначала ничему, что будет на каких-то нормальных телеканалах, когда они появятся. Это очень, это очень многие-многие годы, и Путина, и Шмутина, и вся эта система, которая очень давно существует, она уничтожила страну. Я сейчас понимаю, что гораздо хуже уничтожила за последний год, но люди-то до этого года тоже уже во все это верили, к сожалению. Поэтому кошмар, ужас, ну, я не знаю, вот нам всем, нам, в смысле, россиянам, в первую очередь, когда-нибудь надо будет заново вообще все отстраивать в России. Ну, будет Путин, потом будет Шмутин, потом будет хаос и бардак, а потом, наверное, будет все-таки какая-то более-менее нормальная, заново выстроенная система. Посмотрим. Главное, чтобы Украина победила, вернула свои земли, а там уже будем смотреть, что дальше делать. Это ключевое. Егор, спасибо вам сегодня за участие в нашем эфире. Егор Куроптьев, российский и грузинский политолог, директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе, был с нами на связи.